Всем привет и, как я вам и обещала, туториал по обработкам. Начнем с того, что нам понадобится Wildcraft, Ibis Paint и PixArt. В принципе, можно не использовать PixArt, так как я его использую только ради украшений. Итак, заходим в Wild и делаем скриншот вашего персонажа. Теперь заходим в Ibis Paint, выбираем холст и добавляем на него скриншот с вашим персонажем. Итак, как рисовать шерсть? Шерсть рисовать очень легко, можете взглянуть на эти два изображения. Здесь показано, как шерсть ложится на тело и мордочку животного. Также ее нужно рисовать снизу вверх. Ну вот, мы и выяснили, как рисовать шерсть. Теперь нам нужно выяснить, чем нам ее рисовать. Какие кисти лучше всего подходят для обработки шерсти? Примечание, все кисти из примеров находятся в кладке основной и никак не настроены. Итак, первая кисть у нас называется перьевая ручка. Можете взять или мягкую, или жесткую. Лучше всего начинать с лап, то есть снизу, а не как я, со шкирки. Далее просто повторяйте за мной. И вот так выглядит шерсть по итогу. Вторая кисть называется масло необработанное. Но также вы можете использовать масло для волос. Ну а дальше точно так же, как и с первой кистью. Ну и вот, что у нас получается в итоге. Далее у нас идут волосы. Вы можете взять обычные, светлые или темные. По мне разницы нет. Субтитры делал DimaTorzok Ну и вот так выглядит результат Далее у нас идут размытые кисти Я чаще всего использую пятую Поэтому мне удобнее обрабатывать ей Субтитры сделал DimaTorzok Ну а вот результат И последняя кисть на сегодня это круглая кисть Как у предыдущих у этой кисти есть много видов Но не все кисти подходят для рисования шерсти Для нее не подходит круглая кисть обычная, угол и веер Так как между частичками кистей находятся небольшие, но заметные пробелы Кстати, кисти, которые не годятся для обработки шерсти Текстурные кисти Ну я думаю с ними все ясно Палец это худшая кисть для обработки шерсти Начнем с того, что палец предназначен для размытия объектов И если вы решили делать обработку с помощью пальца То готовьтесь к тому, что она может стать мыльной Но если вы все же решили делать обработку с помощью пальца То пожалуйста вырезайте фон Ну а на этом у меня все Я надеюсь мое видео поможет вам с обработочками Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!